всех приветствую обзор анализ прогноз криптовалют bitcoin продолжает корректироваться большинство криптовалют также находятся красной зоне и давайте посмотрим на каком фоне все это дело происходит как всегда глянем интересную статистику главные новости и события криптовалют в конце как обычно несколько графиков по объему торгов у нас снова в топ вырывается мана децентрал and естественно не считая bitcoin эфириум и стейбл коины это же монета показывает и наибольший рост плюс 11 2 процента за сутки наибольшее падение минус 11 6 процентов за сутки у монеты coin крипто ком bitcoin торгуется на уровне 56 900 в данный момент и за 24 часа выросли шартовой позиции чуть более чем на 12 процентов ланге подросли не так сильно плюс 3 3 процента за сутки как видим на динамике нападение ланге начинают расти принципе как и шарты единого какого-то направления нет каждый выбирает то что считает нужным давно мы не видели индекс страха и жадности страхи сегодня цифра 34 перешли мы в зону страха в принципе это хорошо что мы так быстро летим вниз по данному показателю потому что при достижении зоны примерно от 20 до 10 очень сильно повышается вероятность разворота не только этого индикатора но и цены биткойна сегодня мы на 34 осталось совсем немного в принципе еще разок хорошенько вынести стопы ланге став я думаю страха будет намного больше месяцу биткойна по-прежнему минусовой минус семь пятьдесят три процента на данный момент за месяц хоть обычно ноябрь на истории положительные для битка эфириум также в негативе минус три с половиной процента но в большинстве случаев ноябрь для эфириума минусовой за 24 часа ликвидировала почти 160 тысяч трейдеров достаточно большая цифра забрали у них 682 миллиона долларов и 78 процентов конечно же лангисты уже четвертый день подряд повышенные ликвидации лангистов естественно вечно это продолжаться не может и любое падение чередуются с ростом грейс кел за 24 часа по-прежнему нас ничего не покупает одни распродажи в твиттере коррекция биткойна заставила говорить о нем и поэтому главная криптовалюта вернулась в топ на третье место чтобы по-прежнему занимает первое место кошелек занимающие третье место из всех кошельков с биткойнами сегодня 19 ноября снова порадовал нас своими покупками давайте посмотрим что он приобрел последняя распродажа у него была 9 ноября он продал полторы тысячи биткоинов и с тех пор постоянно закупается на этой коррекции после его продажи все его покупки в сумме составляют примерно 4360 биткоинов то есть киты не торопится распродавать а такой достаточно крупный кошелек предпочитает все-таки откупать коррекцию сегодня кстати он купил еще 484 биткойна если же смотреть кошельки эфириума то вот на третьем месте также есть кошелек под названием light у него за 24 часа изменения в плюс на 11 процентов давайте посмотрим что приобреталось на него будем смотреть транзакции более миллиона вот почти десять часов назад данный кошелек на 3 миллиона пятьсот восемьдесят тысяч приобрел монету о м g потом почти сразу же лупринг на 15 лямов 300 монета и mp на 5 700 миллионов на 13 миллионов с небольшим чейн link 33 миллиона потрачено на децентралэнд почти 2 миллиона монета бат 319 миллионов на эфириум 2 миллиона 300 render токен и все это примерно в одно время зашел человек как супермаркет и если же смотреть продажи то здесь в основном это только стейбл коины то есть каких-то литов практически нет данный кошелек также предпочитает выкупать падение индикатор под названием расширенный сигнал n вити также показывает нам на то что мы находимся достаточно неплохой зоне для покупок всякий раз когда показатель приближался вот к этой нижней синей линии скором времени мы видели рост вы здесь было пересечения увидели рост пересечения это было прям дно увидели рост также во время роста здесь показатель находился на синей линии подтверждая рост еще раз вот эти все случаи сопровождались на восходящем движении вот это пересечение 2020 году тоже было на дне и лишь пока последнее пересечение невозможно интерпретировать потому что прошло слишком мало времени вот здесь было пересечение но мы находились как сейчас нам кажется на хаях вполне возможно история может показать нам что это было также неплохой возможностью зайти то есть если мы сейчас нарисуем такой рост никто и не вспомнит вот это падение практически 90 процентов случаев данный индикатор говорит о том что при достижении этой синей нижней линии нас ожидает рост до 2021 года именно так этот индикатор и отрабатывал и сейчас мы снова направляемся к этой синей линии пока пересечения нет но мы достаточно близки то есть вот этих а и в мае и сейчас по сути по данному индикатору являются неплохой точкой для входа в рынок естественно это никакой не совет данный индикатор можно использовать только как подтверждение своих мыслей либо как фактор увеличения вероятности роста как обычно смотрим сколько у нас биткоинов осталось на всех биржах наблюдаем небольшой возврат наверх данного показателя но не критичен и поэтому все-таки тенденцию нас продолжается в нисходящем направлении биткойна больше выводят чем заводят она и фильме даже и такого нет мы продолжаем снижение хоть и не такое стремительное как несколько дней назад количество эфириумов на биржах продолжает стремительно сокращаться многие сейчас задаются вопросом а где же у нас будет хотя бы локальное дно коррекции информация от крипто квант нам четко дает понять что следующая сильная поддержка у нас на уровне 46 49 тысяч долларов за bitcoin именно здесь по многим показателям может находиться скопление очень крупных покупок здесь и объем в трейдинге перемещение токенов в usd объем покупок и продаж выводы с coinbase в долларах и в каждом из этих четырех показателей наибольший объем находится в диапазоне 46 49 тысяч долларов также немного повышен объем есть на 55 тысячах хорошо если он удержит но дальше настолько все более крупной поддержки следующий крупная поддержка на 32 40 тысячах там она более массивная можем ли мы пролиться до уровня в 50000 я считаю что это вполне возможно к тому же это не сломает восходящую структуру недавно мы рассматривали ходу волны и вот здесь начинается восхождение так называемой очередной волны долгосрочных держателей на каждом цикле этих волн было как минимум три в одиннадцатом году в тринадцатом году в семнадцатом году и у нас пока всего лишь одна если даже брать в расчет вот эту волну то их всего две как минимум еще одна должна быть и она с большей вероятностью должна превышать предыдущую волну тем самым завершив свое формирование на таком же перехать только цены а вот еще один график который подтверждает что на данный момент инвесторы предпочитают покупать данное падение синими кружками обозначены именно покупки и сейчас на коррекции мы видим именно синие кружки например после майского роста мы также наблюдали падение но здесь были явно распродажи после этого мы ушли в долгосрочный даун тренд который продлился несколько месяцев сейчас же пока таких распродаж нет и даже видим повышенные покупки если кто-то задается вопросом какие монеты сейчас лучше от купить то вот топ 20 монет у которых дистанция до исторического хая максимальная естественно первое место как вы здесь уже видите это bitcoin кэш он от своего исторического максимума сейчас на 87 процентов за ним следует рипл 73 процента и доги coin 70 процентов у этих монет из топ-20 наибольший потенциал для роста еще один интересный индикатор от глаз not который показывает процентном соотношении сколько сейчас трейдеров находятся в плюсе у здесь отмечена грань 95 процентов и как только мы сюда заходим это так сказать критическая масса которая может заработать как мы видим после захода в данный диапазон в скором времени цена проваливается здесь проторговались цена провалилась проторговались цена провалилась сейчас мы снова зашли в эту зону тем самым нельзя позволять всем зарабатывать нельзя чтобы все находились в плюсовых сделках поэтому всех загоняют снова в просадке как известно большинство на рынке проигрывает поэтому когда данный показатель показывать что большинство сейчас в плюсе нужно срочно это убирать и данный пролив как раз таки этим и занимается сейчас например всего лишь 83 процента трейдеров находятся в плюсе поэтому так называемые шейкауты и резкие падения это вполне себе нормально на рынке для того чтобы так сказать уравновешивать рынок что же у нас происходит в сравнении с 2017 годом вроде двадцать первый год всегда повторял 17 что же у нас происходит сейчас сейчас сильного расхождения пока нет нужно будет понаблюдать конечно еще возможно мы провалимся и совсем перестанем идти параллельными графиками на данный момент и в семнадцатом году мы видели пролив и сейчас у нас также идет пролив который по своей величине примерно одинаковые какое движение возможно дальше я думаю и так все уже понимают что же касается 50 мувинга то конечно же ситуация не может быть идентичной пока этот случай отыгрывается в прошлый раз было всего лишь мимолетное касание и ушли наверх сейчас же мы имеем свечу которая пока ниже этой пяти десятки возможно сейчас за несколько дней мат торгуемся так что всего лишь тень будет пересекать данную скользящую тем самым дальше продолжим движение но возможно здесь будет слом и пойдем вниз сегодня у нас особое лунное затмение известная как кровавая луна который будет видно из америки северной европы восточной азии австралии тихого океана это будет самая длинная кровавая луна за более чем 580 лет судя по всему немногие зрители моего канала смогут увидеть эту луну но так как это полнолуние значит у нас меняется фаза луны и давайте посмотрим индикатор который давно мы не открывали если кто не знает то есть такая тема как торговля по фазам луны на трейдинг и даже есть соответствующий индикатор и что удивительно на растущей луне отмечены светлой серым последнее время очень часто bitcoin падает в данных зонах постоянно у нас идет падение есть конечно исключение на супер таких бычьих ростах данные закономерности имеют свое свойство ломаться как например вот здесь вот здесь вот на очевидном импульсе закономерность сломалась три подряд растущих луны не отработали но вот здесь у нас все опять пошло как по маслу но что нам дает уверенности по данному показателю так это темная серая луна ли сможет отрисоваться как раз таки после того полнолуния супер крутого именно здесь можем увидеть разворот на такой темно-серую не также очень часто наблюдается рост ну либо хотя бы не падение во флете остаемся но убывающей луне пока не было особых противоречий хрустальный шар конечно для гадания себя пока не купил но данный индикатор просто шикарный давайте посмотрим какие монеты у нас добавлены на биржах бирже fx анонсировала листинг монеты гала также добавляют боба network bit finex вчера обещал добавить три монеты сегодня он их добавил в боба network спелл и на in chronicles добавленной начнут торговлю в ближайшие дни бирже гейта йо добавляет кэт гелл а ионикс и монету карнивал также трейдинг начнется с 19 числа еще одна новость о монетах это флоки и ну за партнерились с футбольным индийским клубом казалось бы что такое футбольный индийский клуб вроде бы ерунда но по меркам местного населения я думаю эта реклама может сработать индия одна из крупнейших стран с лояльным отношением к репте футбол любит все собачек тоже любят все и вот флоки и ну решили зайти на индийский рынок первый раз слышу об этом клубе бластерс надеюсь индусы любят не только слонов которые на логотипе данного футбольного клуба но и собачек еще одна классная новость которая вышла прямо на падение биткоина это новое приложение paypal она дает больше возможности для того чтобы покупать и продавать а также хранить и даже использовать криптовалюту как обычные деньги просто шикарная новость свыше четверти миллиардеров инвестировали в криптовалюты согласно опросу 28 процентов сверх богатых семей по всему миру уже инвестировали в крипту опрос проводила британская консалтинговая компания они опросили 385 семейных офисов далее описан более подробный расклад по статистике но нам это особо роли не играет главное что уже более четверти подобных таких семей не то что покупают эту криптовалюту они гордо об этом заявляют не факт что остальные которые промолчали сидят без крипты в реальности эта цифра может быть намного больше двадцати восьми процентов в очередной раз получили подтверждение о том что крупные игроки предпочитают покупать и хранить крипту и вот аналитики глаз not не обнаружили признаков паники у них на фоне падения цены биткойна коррекция 20 процентов 1 криптовалюте не подтолкнула долгосрочных инвесторов к массовым продажам за последний месяц они избавились только от 0 7 процентов из принадлежащих им 13 с половиной миллионов биткоинов вот такой график они приводят где падение достаточно незначительное почти 82 процента общерыночного предложения приходится на ход леров 18 и 3 на краткосрочных держателей из этого числа убыточное число биткоинов от общей миссии составляет три процента у первых и 83 у вторых 17 процентов рыночного предложения биткойн инвесторы приобрели в диапазоне от 56 тысяч до 69 тысяч еще одна неплохая новость по крайней мере на ближайшие месяцы это снова новость о mt gox главный операционный директор стак фонд заявил что ожидается что кредиторы mt gox вернут свои биткойны в первом или втором квартале следующего года они в ближайшее время все это конечно не официальные данные читая новости я видел даже информацию что возврат денег будет в двадцать третьем году но как это может на самом деле оказаться никто вам конечно же не скажет могут и на следующей неделе просто выкатить новость о том что mt gox раздали свои деньги выбрал сегодня достаточно большое количество графиков поэтому давайте пробежимся по ним быстрее мы пробили все-таки отмеченный уровень он отыгрался убираем следующий отмеченную уровень который я разместил в прошлом видео начинается с пятидесяти четырех тысяч именно туда мы можем отправиться данный рост еще не гарантирует разворот это может быть всего лишь в рамках коррекции после чего вполне вероятен еще один спуск в отмеченную зону а так глобально прогноз остается без изменений мы находимся в коррекции после которой по мне так большей вероятности пойти наверх зону доли коррекции обозначил давайте глянем монету дэш на нее пришел донат большое спасибо и вот что мы рисовали тут когда смотрели эту монету до этого стоп у нас здесь не пробитый также есть стоп и вот на данных уровнях рисунок здесь не точный поэтому скорее всего такой я рисую когда говорю о том что нужно дожидаться заходного импульса пометок заходной импульс был вот здесь очень похож на это можно было заходить вот здесь и кто здесь зашел получил неплохой рост вероятно можно было выйти вот здесь на уровне примерно в 220 долларов это было бы профитом почти в 14 процентов но допустим человек не вышел и до сих пор держит позицию выбит ли здесь топ чуть-чуть зашли вниз смотря как далеко был поставлен стоп вполне вероятно он даже еще и не выбит но допустим он выбит что делать сейчас кстати консервативный стоп находится вот здесь и до него еще достаточно далеко если профит был зафиксирован здесь сейчас мы имеем нисходящую коррекцию нисходящий тренд и как по биткойну я бы сейчас дожидался также опять заходного импульса на его откате брал и стоп за основание здесь все как всегда если брать более глобальную структуру то здесь без изменений находится зона в районе 285 долларов потому что не здесь стоп не выйдет и в принципе пик волны 1 не преодолен здесь структура сохранена и глобальная цель пока для пятой волны 285 долларов локально же опять-таки здесь пока нет точки входа для входа в лонг есть нужно дожидаться выходной импульс более такой очевидный на откате ходить стоп за основание естественно учитывая нюансы здесь например уровень сопротивления прям под ним конечно же заходить но опасно поэтому все что думаю сказал глобально структура сохранена локально точки входа для лонгования дэша пока нет давайте смотрим м бокс показали неплохой рост вот они тут наши рисунки опять здесь рекомендовался дожидаться заходного импульса и стоп за основание ставить где же этот импульс мог быть а практически здесь вот и мог быть но стоп рекомендовал ставить вот сюда и он здесь также как и по дэшу чуть-чуть совсем выбит если ставили дальше то он не выбит ну допустим выбит эта часть торговли здесь сработал стоп и если бы и мне нужна была эта монета и я бы заходил уже на следующем сетапе следующий стоп конечно же появился вот есть очевидный заходной импульс перихаями с ростом объемов на индикаторе дивергенция на его откате логично было бы покупать и стоп вот за это основание что мы имеем на данный момент если рассматривать вот эту последнюю структуру волна 12 сейчас находимся в тройке после чего четверка и пятерка внутренняя структура также у нас очень сильно напоминает развитие такого импульса поэтому идти наверх здесь еще есть куда зона для 3 волды достигнута как раз таки мы здесь и получили такую откупную тень сейчас больше вероятностью находимся в начале коррекции в четвертую волну подвал на 3 и вот такая структура для меня сейчас приоритете вполне вероятно сейчас пойдем в коррекцию и по достижению данной зоны можно будет смотреть варианты на заход лог пока по монете имбокс вот такая просматривается структура несомненно в долгосройке можно просто брать и ждать здесь судя по графику перспективу данной монеты есть к тому же у них там новый из финанса какая-то неплохая вышла все у имбокса пока хорошо войти глянем монету мана также мы ее смотрели так вот здесь похоже отмечали расчетную зону на уровне в полтора бакса достигли ее без проблем и даже бодро пролетели наверх вот чем хороши трейлинг стопы не просто здесь зафиксироваться а подтягивать потихонечку и фиксироваться уже где-то вот здесь афиксироваться здесь почему лучше потому что мы видим очевидное падение объемов снижение индикатора и на данный момент следующая зона для децентралэнда маны это предыдущий пик вот здесь в районе пяти долларов сюда с большей вероятностью мы все-таки еще раз дойдем но если смотреть более такой мелкий масштаб например возьмем гневку то здесь очевидно что график у нас изменился 3 волна уже не здесь так как объемы выше уже за последние дни у нас появились поэтому здесь график нужно изменить и сейчас большей вероятностью что вот это у нас была волна 12 сейчас имеем тройку четверку пятерку это не отменяет того факта что здесь у нас может быть разворот потому что завершение волны даже при этом случае остается в районе пяти долларов может завершиться подвал на 3 волны 3 пока для меня в приоритете вот такая разволновка но после этого если все-таки мы здесь развернемся и пойдем вниз такая зона который будет притягивать к себе цену это вот эта проторговка опять таки можно вернуться сюда на уровень в 3 бакса для не монету и ус давно я не смотрел потому что здесь просто какая-то тухлятина объемы понижены после прострела мы ничего интересного здесь не видели давайте посмотрим какое было здесь предположение была вероятность что мы здесь можем отбиться и пойти все-таки восстанавливаться но и ус у нас такая своеобразная монета постоянно тормозит и не идет со всем рынком и здесь вполне вероятно сработал стоп и точки входа здесь я вообще не видел кто у нас здесь может быть справедливо ли структура на данный момент мы зацепили предполагаемую вершину волны 1 но у нас по и усу здесь такое своеобразное движение что она может быть преобразована в треугольник если ортодоксальная точка будет выше как например сейчас что я имею ввиду например а б с д е х и понижаются лай повышаются здесь пока справедливо можно найти треугольник и ортодоксальная точка конечная точка вот этого треугольника на данный момент выше предполагаемой волны 1 и заход вот этот вот за пик он не нарушает структуру поэтому что здесь по и усу на данный момент есть еще вероятность что мы пойдем дальше наверх первая зона естественно это предыдущий пик предполагаемой волны 3 на уровне в 15 баксов 14 с половиной но для этого нужно встать с пола как говорится пока этого нет мы торгуемся и под скользяшкой и под уровнем сопротивления здесь пока все по и усу грустно поэтому я и не смотрел эту монету и особого желания не было но сегодня появилось настроение появилось время вот такие у меня мысли по этой монете нужно также дождаться нормального разворота потому что вот эти все закидоны они без объемов но радует что мы не проваливаемся слишком низко поэтому скорее всего здесь идет набор как он был вот здесь и выстрелили наверх такое же можем организовать и здесь тоже поторгуемся еще какое-то время потом бабах наверх и 15 баксов для не монету sfp потому что здесь вроде и волна 1 было как на и усе и резкий рост волне 3 а потом мы спустились и зашли за пик волны 1 поэтому что здесь можно по данной монете сказать по косвенным факторам здесь нет пока разворота поэтому зона рост еще справедливо в район трех долларов это все дело отменится если мы пробьем вот этот лой тогда уже в структуре ничего не поможет но касательно структур например на четырех часах здесь явно проглядывается волна 123 сейчас находимся в четверке как раз таки мы прям вплотную подобрались к пику уже вот этой волны поэтому чтобы сохранить структуру мы здесь сильно по данной монете падать не должны из торговых каких-то решений входи здесь пока я бы не стал также подожидался заходного импульса на откате можно рассмотреть ланге со стопом за основание и уже рассчитывать на цели в 3 бакса к тому же уровень есть неплохой мои на истории здесь отбивались тестировали его снизу несколько раз сейчас снова пришли но уже сверху вполне вероятно может послужить основанием для разворота и последней монеты на сегодня xlm стелла что мы смотрели что мы рисовали прошлый раз но здесь также пока справедливо вот эта структура ничего здесь не сломано она отменится если мы пробьем вот этот логина 025 как раз таки человек в комментариях писал что у него там ликвидации на 025 поэтому если уж мы и снесем вот здесь 25 то это не только у тебя ликвидирует позицию но и вообще есть структуру все поменяет здесь нужно будет уже думать по факту что такое мы здесь отрисуем на данный момент пока структура актуальна на этом все подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии удачной торговли кто досмотрел видео до конца счастливо